Спустя несколько дней после событий в Дагестане, вновь начали поднимать вопрос запрета ношения никаба в России. В этот раз против ношения никабов выступил глава Дагестана Сергей Меликов. Об этом он заявил, выступая на сессии Народного Собрания. Об этом говорят те, кто к радикальному исламу причисляли от успеха и наши спортсмены. Сначала в ММС теперь уже и вольная же ситуация пошла. С детства, в принципе, считают, что он высшее появление животных, в принципе, нетал его ислама – это ношение никаба. Я тоже лично, я, в токе, с машины никабы. В том числе, как и человек, который возил инстаграм, науковая задача по идеологическому челенизму. Потому что, прежде всего, эта одежда несвойственная для кавказских народов, в том числе, дают возможность за этими платками скрываться мужчинам. А женщинам за этими шумами в балафонами приносить себе запрещенные предметы. С точки зрения безопасности, я тоже против этого. Но и это основная причина легендарного ислама. Ни из-за никабов и ни из-за спортсменов выделись таким движением, как Кайкады. «Сообщается, что основанием послужила информация о том, что у одного из нападавших на синагогу и церковь нашли эту форму одежды. Последней ситуацией в Дагестане воспользовались противники никабов. Опять тот же Сергей Марков считает, что это дает власти отличный шанс принять закон о запрете никаба. Видимо, это будет сделано скоро», – написал экс-депутат. Напомним, что ранее Кабинет министров страны ответил на письменные вопросы депутатов Госдумы Российской Федерации относительно ограничений на ношение религиозной одежды. Правительство сделало заключение, согласно которому ограничение на ношение религиозной одежды может являться нарушением прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания. Однако противники никаба и хиджаба решили воспользоваться последними событиями в Дагестане, обосновывая свою позицию пресловутой угрозой терроризма. Пойдут ли власти на поводу этим нездоровым силам, покажет в ближайшее время.